Очередь, томный взгляд пациентов и духота. Привычная картина в поликлинике второй больницы. Однако через месяц прием к врачу станет недолгим и комфортным занятием. Своих посетителей уже ждут новые помещения с открытой регистратурой, большим кабинетом забора крови, вакцинацией, отдельной смотровой, процедурной и кабинетом диспансеризации. За полгода удалось отремонтировать и увеличить площадь поликлиники на 600 квадратных метров. Ремонтные работы полностью завершены в срок подрядчикам. В настоящее время сейчас идет оснащение кабинетов медицинской мебелью, медицинской техникой, офисной мебелью. Идет процедура закупок электронной очереди, появится электронное табло. То есть пациентам будет максимально удобно, не надо будет стоять в регистратуре. Ремонт выполнен за счет федеральной казны. Около 6 миллионов рублей были выделены из резервного фонда президента страны. Порядка 2 миллионов поступили из правительства области. На эти деньги также удалось полностью отремонтировать стены, пол, потолок, заменить электропроводку и сантехнику. Все выполнено в концепции бережливого производства, которое позволит уменьшить очереди, развести потоки посетителей на профилактических и больных. А сотрудники новой регистратуры станут ближе к пациентам и не будут отвлекаться на звонки. Для этого год назад в поликлинике был открыт колл-центр. Нет, пациентов мы не боимся. Ну как, у нас будет новая аппаратура, у нас будет электронное табло, расписание, у нас будет электронная запись. Вот, то есть это, в общем-то, для нас еще не опробовано все. Но я думаю, что здесь, в общем-то, в таких стенах, я думаю, мы должны работать еще получше даже, чем раньше. В планах главного врача поликлиники на будущий год продолжить ремонт всего первого этажа и перейти на второй. Кроме того, увеличить количество участков до 27. Для этого на работу ждут трех молодых специалистов, которые в скором времени пополнят первичное звено больницей. Александр Захаров, Евгений Бушуев. День событий.